Всю свою жизнь я терпеть не мог зиму. Думаю, многим из вас знакома эта история, что есть вот лето, вторая половина весны и первая половина осени. Всё остальное время оно какое-то такое неприятное, с друзьями погулять не сходить. Если у тебя вот есть какая-то работа, учёба или другая обязаловка, ты трясёшься весь в восьми пуховиках, постоянно то холодно, то наоборот жарко, и ты после работы стремишься съебаться домой, а если у тебя нет какой-нибудь постоянной работы, ты фрилансер, ты из этого дома вообще просто не выходишь и ждёшь, когда же наступят тёплые дни. А после этого ты вот в таком режиме был, только вот тепло наступило, и ты не успел оглянуться, как проебал лето. И каждый раз стыдно после этого зимой, что ты вот те тёплые дни не использовал на полную катушку. Мне кажется, это всё жуткий порочный круг. В чём он состоит, как из него выйти, и зачем-таки перестать ненавидеть зиму, сегодня в ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. Хочу сразу оговориться, что у меня нет никакой компетенции в вопросах там человеческой психологии и всего остального. Всё вышесказанное это личные наблюдения, и ни в коем случае они истинной в последней инстанции не являются. Но тем не менее, что я заметил за собой? Если начать совсем с простого, то любить или не любить зиму — это вопрос вкуса. Как там, любимый цвет, любимое блюдо и всё остальное. Но ненавидеть — это уже другой момент. То есть зима не должна там по итогам этого ролика стать у вас любимым временем. Но также она не должна давать вам просто карт-бланш на бесконечный эскапизм. Что я имею в виду? Прямая логика. Раз, я зимой не могу ничего делать нормально, мне это время нужно как-то пропустить. И здесь как раз-таки вступают те самые мега-инструменты прокрастинации в виде сериалов, видеоигр, ненапряжных блогеров и всего остального. И я сейчас не буду вам задвигать вот эту вот мотивационную штуку про то, что вам нужно вставать в 6 утра, начинать делать отжимания, и тогда ваша жизнь наладится. Но обратите внимание на степень того, насколько вы убегаете от реальности. Потому что сериалы сами по себе не зло. Да, есть действительно вещи, которые, ну это просто крутой продукт искусства. Но задумайтесь, вы смотрите сериал ради крутого продукта искусства, или потому что это инструмент пропускания времени. Вы в него погружаетесь, и залипаете в него просто какое-то время, и вот день уже и прошел. То же самое относится к играм. Есть всякие игровые шедевры, есть игры, которые тоже вот именно как произведения крутые, или вы их используете как разрядку, или вы просто дали себе карт-бланш на то, чтобы время в них огромными просто пластами пропускать, и они оказались в вашей жизни именно из-за того, что в сам момент они вас развлекают и приносят вам вот это вот самое простое удовольствие. Я довольно давно запарился над этим моментом, и вот последний год, который вот как раз прошедший, я сам, наверное, вообще ни разу не включал художественное кино, естественно, не смотрел никаких сериалов, на полгода я даже бросил доту вообще, вот опять же, ничего не имел никогда против компьютерных игр, но меня запарила история о том, что это как раз-таки продукт, созданный для того, чтобы там было интересно находиться. Довольно тривиальная, но зато очень точная аналогия, это то же самое, что чипсы. Их классно долго жрать, или вот семечки, да, их ты как будто сам жрешь одну за другой, они вот прям отлично созданы, чтобы ты прям в любой момент дня просто открыл пачку, начал их хавать и не мог остановиться, и ты как бы чем-то назащаешься, время проходит, но, естественно, это никак не может сравниться с нормальной едой, и эти чипсы или семечки не принесут вам ничего, кроме моментального удовлетворения. И ровно то же самое с видеоиграми, сериалами и другими вот этими скиперами жизни, потому что в момент вам прикольно, но после этого, оглядываясь на этот период, вы, как правило, не можете ничего вспомнить. И вот я, например, активно грешил тем, что стирал зимы из своей жизни, потому что есть универсальное оправдание, там все равно холодно, я все равно на улице сейчас ничего не сделаю, че туда ходить, в принципе, мне теперь только дома и сидеть, да какая разница? Это жуткий дисбаланс. Пешком ведь внутренний баланс, все дал нам гармония. И вы в этом дисбалансе, как сварливая бабка, которая просто постоянно ворчит, потому что, если вы не собираетесь в какой-то обозримой перспективе переехать, и вам прям очень не нравится зима, и вы каждый раз решаете, пошла она нахуй, я дома сижу, все, вы стали ворчливой бабкой, которая вечно жалуется на одну и ту же херню, ничего с ней не делает и сделать не может, и находится вот в этом вечном собственном бубниже. И как у вас после этого может быть нормальное лето, если вы только что полгода сидели в заперти и прятались от окружающей реальности? Думаю, вы много таких бабок видели, и думаю, понятно просто со стороны, что это несчастная жизнь. И вот обратите внимание, в чем проблема-то стоит, в том, что заметьте за собой, когда вы начинаете саботировать собственные процессы, то есть мешать самому себе. У меня вот такого было очень много, и особенно много было, когда я вот занимался какой-то херней, которая мне не нравится. Я когда учился в школе, я регулярно саботировал процессы, вот из разряда там, тебе нужно выучить уроки, а ты сидишь там, рисуешь на полях тетради, думаешь о чем-то, трясешь ногой, там пальцы вот так вот научаешься, вот так вот пить, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Любой хуйней занимаешься, лишь бы не непосредственно учебой, потому что именно самому тебе это просто не хочется делать. И отсюда же берется тема, что вы там в конце дня собираетесь уже нормально лечь спать, а после этого два часа залипаете в тикток, потому что вы на самом деле недовольны тем, как вы провели день. И как бы вот исходя из вот этого бэкграунда, который у вас есть, ну вы-то что можете сделать, она-то вот такая реальность, что терпеть остается, вы берете и усугубляете себе как бы следующий день тем, что предыдущий провели хуёво. И вот обратите внимание на эти моменты самосаботажа, когда вы сами себе все портите. Почему? Потому что сами себе до этого не сделали достаточно приятно и комфортно. И, собственно, перестать ненавидеть зиму, я имею в виду, надо именно с точки зрения найти с ней гармонию. Какую гармонию нашел я? Чтобы это рассказать, мне нужно, чтобы в этой комнате кое-чё появилось. Что-то херово видно, можно как-нибудь по-другому? Ну, допустим. Короче, да, я купил велосипед. Это была моя мечта на протяжении более чем года. Я до этого всю жизнь катался на лонгбордах, и велики меня не привлекали именно с точки зрения комьюнити и как всё это выглядит. Вот этот вот спорт-дизайн, а я, понимаете, сейчас показываю вам модели вот некоторые за сотни тысяч, и они выглядят вот так. Ну, то есть, понятно там про книгу и обложку, но... Ну, блядь. И при этом, по большей части, весь велосипединг, о котором я знал, подразумевал какие-то прыжки, трюки, дёрты, уезжание в лес, чтобы попрыгать, там вот вся вот эта вот дрочка, мне всё это не нравилось категорически, мне всё это не близко, я, собственно, и на скейте никакие трюки не делал, мне интереснее всего именно ездить, и очень важна прикладная функция, чтобы можно было действительно что-то полезное с этим сделать. И представьте себе, я человек, который до этого зиму максимально избегал, теперь катаюсь на велике в минусовую температуру, мне вот этот холодный вечер херачит в лицо, а мне похую. Потому что в момент, когда зима закрыла вас дома, зима победила, а в момент, когда вы взяли, нашли какую-то штуку, которая вам нравится и интересна, и в моём случае я пиздец, какое удовольствие от езды на велике получаю, вы её берёте и вопреки зиме делаете, вы в этот момент побеждаете. Зима сосать! Если вы живёте не в каких-то уникальных климатических условиях, то у вас не всегда пиздец. Есть там дни или недели, когда вот особенно плохо, но и то это вопрос экипировки. Большую часть времени в принципе нормально. Если вы грамотно оделись о том, как именно чуть позже, то погода, даже вот на скорости, как в моём случае, как вот когда потеешь, как в моём случае, всё равно это легко с помощью одежды, которая каждому доступна, взять и вообще компенсировать. Фактор холода на самом деле ну прям очень решаем. Мы в 21 веке всё-таки. И дальше идёт фактор именно впечатления. Я вот езжу в основном на обед и в основном в новые места. Либо какие-то, которые я люблю и знаю, либо это может быть какая-то вообще столовая, в которую я бы в нормальном состоянии никогда не зашёл, но тут у меня есть возможность похавать вне дома, в каком-то новом месте и заодно до туда проехаться. Если вы искали любые материалы по выгоранию, там, профилактике депрессивных состояний и всего такого, в общем, как как-то поднять свой моральный уровень, везде говорится про то, что какое-то время дня проводите на улице. Просто гуляйте. Вот такая парадоксальная вещь, что вы можете играть в какой-нибудь там мега-шутан, да, в котором происходят суперсцены, супервзрывы, вас развлекают лучшие разработчики мира, но вы играете в него, играете и устаете морально. Вы начинаете просто стекать по стулу постепенно от того, что вы просто сидите за компом в четырёх стенах. Но стоит походить по улице, даже если вы будете, блять, как Гринч, там вот с очень недовольной мордой всё это время идти, у вас всё равно будет потом ощущение морального подъёма. Вот, реально, не верите, проведите эксперимент, попробуйте вот с какой-то периодичностью, можно даже пару раз в неделю, я рекомендую, конечно, чаще, но можно пару раз в неделю выходить куда-то есть или даже просто вот каждый день вот в эту вот злосчастную зиму, в которую вы привыкли сидеть и не двигать жопой, просто выходить на улицу, прогуливаться, нормально одевшись. Это изменит ваше состояние в течение дня. На мне, по крайней мере, это работает идеально. Ну и стоит здесь, в принципе, ремарочку дать, что если ваша работа, она за компом, то отдохнуть от работы за компом тоже за компом в принципе нереально. Это гиблое дело с самого начала и если вы действительно там условно первую половину дня работаете на работе, а после этого идёте в Counter-Strike, то это гиблое дело, вы не отдыхаете, с этим совсем жопа. И я вот уже много раз говорил, что однажды сделаю ролик про спорт, это если что не он, но вот велик относится к тому же самому, это активность, которая совершенно не похожа на работу за компом. Это прям противоположная деятельность, которая совершенно не похожа и в этом смысле даже если вы очень устали на работе и чувствуете, что вот именно вы измотаны, но ваша работа не связана ни с каким физическим трудом, то как раз таки занявшись физическим трудом, вы можете отлично отдохнуть, несмотря на то, что по сути потратите больше сил, но вот эта вот разница процессов, она на самом деле очень сильно вам приподнимает вообще моральное состояние, и вы чувствуете себя способным на большее, ровно как и от факта побеждения зимы. И естественно, велосипед приведён как просто пример хобби, которое лично мне очень нравится. Это может быть в принципе что угодно, так-то зима это время, когда преображаются города чисто внешне, это отличный момент для того, чтобы проводить фотосессии. И может многие будут отмазываться, что холодно, какая фотосессия, вы берёте и уверенно говорите, холод это вопрос решаемый, и вот того несчастного, которого вы потащили с собой на фотосет зимой, берёте, организовываете ему чаёчек, там кладёте рядом с местом съёмки шмотки, и всё с ним будет в порядке. Опять же, нормально оденетесь, пофоткаетесь, тут же в куртку, чаёчек попил, всё, вы живы, это не такое уж переохлаждение, это, блядь, даже не в прорубь прыгать. Но при этом сами по себе фотосеты могут получиться просто охеренные, как минимум, потому что людей на улицах гораздо меньше, и у вас больше свободы для творчества. Не говоря уже там про всякие геометрические композиционные рисунки, которые создаются из белого-белого снега на чёрных-чёрных зданиях, да и сам город выглядит интереснее. Можно, в принципе, просто вот как я и делаю, ходить с плёнкой и всё подряд щёлкать, потому что, блин, вот это оно загадочное и красивое. Достаточно просто поднять голову и перестать вот в этот момент, когда ты по этой красоте идёшь, думать о том, что, бля, холодрыга. То же самое относится к небольшим путешествиям. Зима — это отличное время для них, потому что мало кто в них едет в это время. Особенно это относится там ко фрилансерам или людям с какой-то вот работой, не особо привязанной к месту, или которые там себе выходные берут в какое-то свободное время. Я из Питера буквально недавно вернулся, жил с охеревшей скидкой, не блогерской, а просто потому, что не сезон. Хожу по всем местам, вот понимаете, я за что-то 850 рублей за ночь снимал такую маленькую студию, там окно было только на потолке и как бы часть других неудобств, но зато через два переулка у меня Казанский собор. Пиздец! Я реально вот прям в центре Питера за небольшие деньги и при этом все вот эти лучшие улочки Питера были абсолютно пустые. Я прекрасно помню, как летом на Невском, ну сложно идти-то, реально как килька в количестве народу, никого вообще не отходил по прекрасному пустому Питеру. Очень рекомендую вам вот, опять же, зиму использовать как время для путешествий. И вот мы наконец-то дошли до самой болезненной, с одной стороны очевидной, но на самом деле совершенно непонимаемой как будто темы это одежда. К сожалению, мы с вами являемся заложниками западного контекста, да, у нас самые популярные и главные бренды, они европейские и американские, что у тех, что у других зима гораздо мягче, и просто я охуеваю, когда смотрю на людей, которые себе в Москве купили меховые конвера. Блядь, ну то есть настолько просто людей обмануть, что ли? У него вот такая подошва в минус 15, просто ультра-тонкая, зато, блядь, мех, и он стоит и думает, что у него там что-то согреется. Ясен хуй, что вы на улицу не выходите в своих конверах меховых. И вот последующие штуки, я там не проводил никаких исследований, да, это только личный опыт, Тимберленды, Мартина и другие жесткие ботинки, по моему мнению и по моему эмпирическому опыту, проигрывают кроссовкам с нормальным носком. Почему? Потому что вот у вас есть непромокаемые кроссы, и вот в идеале, конечно, термоносок, но достаточно, чтобы это было даже несколько носков обыкновенных. В них у вас нога двигается, и даже если вы замерзли, вы можете взять, просто размять ноги, и вы отогреетесь, то есть я, например, на велике, понимаете, сама ступня не двигается, я так и отогреваюсь, просто какое-то время подвигавшись на мысках, я могу взять и отогреться, и в принципе, за счет того, что стопа находится в непостоянно одном и том же положении, она не начинает дубеть, а в случае со здоровым ботинком, ну вы можете там пальцами чуть-чуть подвигать, но это как бы максимум, у вас именно нога зафиксирована просто, и вы там 10 минут условно на остановке постояли, продрогли, и все, и вашей ноге пиздец, вам только там ждать, пока вы дойдете до какого-нибудь теплого помещения, у вас вместе там все это прогреется, и ваш драгоценный мех в 21 веке начнет вас наконец-то греть, вот, опять же, не имею ничего особенно против меха, но мне кажется, это маркетинговый ход, на который слишком сильно ведутся люди, которые родились и выросли в России, ребят, ну реально, ну изобрели вещи, которые гораздо лучше сохраняют тепло, чем мех, и мех не спасет вашу обувь, если она сама по себе предназначена для голландской улочки, на которую впервые за 5 лет упала снежинка, про всякие открытые штуки на морозе, типа, открытые шеи, незакрытые уши, подвернутые штаны на голую ногу, даже говорить нет смысла, это просто уникальный долбоебизм, просто так не делайте, это тупо пиздец, на вас смотреть страшно даже, и вот как раз пытаться одеться как-то вот так легко по-европейски в русскую зиму, это есть вот то же самое тупое противостояние, которое заранее проигранное, и когда вы вот так вот нагулявшись по Москве в итоге заболеваете, это абсолютно как бы логичное и заслуженное следствие, и вот с этой зимой вы так ужиться и не сможете, пока не научитесь нормально одеваться, у нас начинают потихоньку просыпаться в понимании этого, и вот сейчас уже вошли в моду и уже успели до невозможности опопсить балаклавы, но при этом производятся разные другие интересные шапки и головные уборы, которые закрывают именно все, потому что вам не будет, опять же, в любом случае комфортно на улице, если уши или шеи у вас открыты, это неизбежность, и вот до момента, пока вы это не примете, вы баланс не найдете. И особенно хочу отметить супернедооцененную вещь, это гольфы. Гольфы замечательная тема, которая надевается там гораздо легче, чем любые подштанники, кольсоны, колготки и вся другая фигня, при этом согревает как раз таки самое мерзнущее и самое важное. И, что еще важно, они, не сказать, что особенно дорогие, даже у меня вот это Индепендент, скейтерский бренд, они бывают модные, но при этом они, не сказать, чтобы сколько-то много стоили, и при этом вы можете их просто носить с собой, это как элемент утепления, просто превосходно. Если вы в течение своей дороги понимаете, что начинаете конкретно подмерзать, а как правило это с ног идет, вы берете и надеваете на себя буст утепляющий, и меня эта штука спасала в очень разных ситуациях, в том числе на съемках, в дороге, там вот опять же, если я куда-то долго путешествую, или в принципе я понимаю, что у меня длинный маршрут днем, иметь при себе гольфы, которые бустанут твое утепление в несколько раз, это вещь, которую вообще всем завещаю, берите, пользуйтесь. И вот как выглядит мой пак для побеждения зимы, именно он не создан для того, чтобы просто каждый день его носить, но если вы хотите заниматься любой именно активностью на холоде и не чувствовать себя стесненным, то это вот прям моя новейшая разработка. Первое, первое это термофутболка и при том она если что не какая-то дорогая, я это за несколько сотен в каком-то московском секунде купил и у меня она даже не одна. Это как видите даже довольно круто выглядит, такая прям велосипедистская штука, ее я купил в Сникер Мьюземе, охеренное место в Питере, если никогда не были обязательно посетите, огромное количество селективных винтажных шмоток, в числе которых вы можете найти себе в том числе вот такие вот темки. Это конечно стоило чуть подороже из-за того, что он от Сайклинг, но все равно это настоящая нормальная функциональная шмотка, прям вот термобелье, конечно советую брать вот то, что на ощупь наилучшее и теоретически вещи из Секонда могут не сохранять своих как раз таки полезных качеств, но это уже можно только на практике выяснить и по крайней мере у меня все работает, а что именно? Вы в принципе если обращали внимание, вещи с приставкой термо гораздо быстрее сохнут, например, вот даже после стирки, потому что их основная суть не сохранять тепло, а не давать вам потеть и из-за этого остывать, и как раз таки вот этот вот самый первый слой, если он термо, то дальше все уже гораздо лучше, потому что как раз таки основная опасность это остынуть на холоде, когда у вас есть вот такие вот штучки, которые опять же каждому в секонд-хендах доступны, половина проблемы решено. Второй слой это уже термо-кофта, она тоже от лыжной фирмы Крафт, она вообще здесь, да, о, лыжная фирма Крафт, и куплена она в секонд-хенде, опять же, я не особо разбираюсь, это все тоже стоило недорого, если вы совсем ничего не знаете, но это как правило просто по виду понятно, вы можете либо там у мамы спросить, либо загуглить просто какие-нибудь основные именно спортивные бренды, которые похожую одежду делают, или можно гуглить прямо в магазине, и именно, ну, мне кажется, максимум за несколько походов в секонд, вы точно сможете себе найти, что термофутболку, что легкую термокофту, главное там в свитере не выбираться, или чем-то вот таком, и еще что важное, что вместо этого можно было одну какую-нибудь теплющую хрень нацепить, но это неправильно, потому что как раз таки вариативность и слоистость, они позволяют вам во-первых, меньше потеть, а во-вторых, если что, регулировать то, сколько всего на вас надето, если вы собираетесь чем-то активным на морозе заниматься, то лучше выходите чуть вот одетым так, чтобы вы чуть-чуть подмерзали, когда вышли, было вот, чтобы прохладно, потому что дальше вы, естественно, будете разогреваться. Далее, совершенно потрясный подшлемник, и дальше идет вот такой шарфец, это не баф, это действительно такой небольшой округлый шарф, по-моему, эта штука гораздо удобнее, чем, в принципе, любой другой шарф, и конкретно, как я ее использую в случае с велосипедом. Я цепляю ее за шлем сзади, и в итоге, когда я еду, я могу позволить себе закрыться вот так, и вот знаете, в таком состоянии на холод вообще похую. Ну и, естественно, последний этап. В моем случае это куртка, она кодредовская, но, опять же, не суть важна, ее ключевая функция состоит в том, что она непродуваемая. Это самое главное, ну, потому что в моем случае я езжу на скорости, и мне критически важно, чтобы этот ветер, собственно, не проходил. Такую тоже можно найти в секунде, но это далеко не всем надо. Зато было бы классно, чтобы она тоже, во-первых, расстегивалась вот так, во-вторых, имела возможность там закрыть ваши уши и голову, потому что у меня даже вот эта вот двойная защита, она не всегда справляется, и иногда я езжу вообще вот так вот. А в плане экипировки на ноги я использую только вот самые обычные штаны, кальсоны, обычные носки и вот гольфы. Вот гольфы самое удивительное мое изобретение в находочке. В плане ног никаких секретов там нет, просто берите с собой чуть-чуть запас на утепление, и если вы собираетесь есть на улице, то берите что-нибудь, чтобы под жопу было подложить. В принципе, все. Главный месседж этого ролика состоит в том, что человек ко всему привыкает. Есть такое выражение. Но только вот можно привыкнуть это терпеть и как бы постоянно жить ущемленным тем, что ты вынужден это терпеть, а можно взять и найти гармонию с этим, найти способ получать удовольствие несмотря на. То есть, может вы однажды там накопите денег, чтобы переехать навсегда жить там на Ямайку или в какие-нибудь другие жаркие страны, но пока не накопили, это не значит, что не стоит жить и нужно постоянно терпеть. Найдите гармонию, поймайте баланс. Пишите в комментах, насколько вам понравились не понравились эти идеи или насколько вы смогли или не смогли их вдруг реализовать. Если вдруг не смотрели ролики про бурятский андеграунд и мое собственное охеренное мероприятие арт-тусовку ебаназия лайф, то обязательно переходите, смотрите, они вот сейчас вот появятся, можно на них кликать. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А! Вот так вот смотришь, красивая картинка, прикольно сделана. Хуяк, блять!